Девочка-пай Добрый вечер! Добрый вечер! Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям и зрителям канала Фонда Сварок. Ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Ефимов Виктор Алексеевич. Виктор Алексеевич, сегодня проводится в стенах аграрного университета такое знаменательное событие. Что это за праздник? Назвали мы его царско-сельская вечерина, но смысл праздника это обратиться к истокам всех древнерусских традиций. И в мыслях, и в одежде, и в делах, и в поступках, и в способах общения между людьми. Традиционно проходит этот праздник уже в восьмой раз. Приезжают люди из всех уголков нашей страны, из зарубежья нашего. И надо сказать, что, по-моему, каждый получает очень серьезный заряд такой энергии. Почему такая необходимость в этом празднике? Зачем нужно вот это шоу, не шоу, сборище, не сборище, вечерина, не вечерина? Вот все-таки шоу сейчас огромное количество. Для чего именно в народных костюмах проводить, петь народные песни? Ну, по-видимому, в том-то и проблема, что это в большей степени шоу не для души, а для денег. Чаще всего так бывает. Вот здесь то мероприятие, где не деньги главное, а именно душа. В этом разница, наверное, основная. Потому что, к великому сожалению, человечество, если посмотреть на тенденции, оно все-таки движется не к добру и к божьему промыслу, а скорее в противоположном направлении. И душа русская, на мой взгляд, она особенно тоскует по истинно душевным мероприятиям, которые не связаны ни с каким бизнесом, ни с какими деньгами, а связаны только с человеком, с душой, с его настроением. Не является ли это, на мой взгляд, выходом из той ситуации, которая неблагоприятная в нашей стране присутствует, ну и за рубежами нашей страны? То есть, вот цивилизация, самое уничтожение, которое сейчас есть. Вы знаете, в октябре месяце журнал «Наука и жизнь» опубликовал статью «За пределами роста». Ну там достаточно убедительно, на очень серьезной научной основе показаны исследования последних 30 лет, из которых следует, что человечество движется к безусловному коллапсу, если оно не изменит целеполагание направления своего движения. Потому что, если мы мыслим развитие как материально-техническое развитие, как развитие металла, технологий, то на ограниченном земном шаре оно, конечно, не беспредельно. А вот если говорить о развитии человека, о развитии его души, то это не требует никаких материальных затрат, и этот процесс, конечно же, безграничен. И мне представляется, что именно 21 век должен стать веком разворота человека к своей сути. То есть мы пытались разного рода открытия научные свершить, изобрести какие-то сверхтехнологии, но Господь Бог давно уже все это сделал, только нужно увидеть все то, что есть у нас под ногами. Вот я сегодня в приветствии сказал кратко, что к нашему счастью, мы эти вопросы ставили, президент наш на Генассамблее ООН поставил вопрос о необходимости перехода к природоподобным технологиям, и сказал, что это задача общепланетарного масштаба. Вот, на мой взгляд, такие праздники дополнительно подчеркивают как важность этой проблемы, так и, собственно, пути продвижения по этой проблеме. В природе можно подсмотреть все. Ящерица Василиск перемещается по воде по принципу судна на воздушной подушке. Матка Муравья Атта способна телепортироваться из одной практически бетонной камеры в другую. Науке это еще пока и не снилось. Паук, если посмотреть на него внимательно, то это сочетание уникальной ткацкой фабрики, химического производства и сервер, который обслуживает это все. И таких примеров можно приводить десятки. На мой взгляд, все то, что может быть достигнуто на земле, оно уже создано Богом. К сожалению, человечество, в общем-то, вместо того, чтобы воспользоваться этими божественными дарами, попирает их в надежде, что оно сделает что-то лучше, чем распорядился Бог. Такой путь дьявольщины, да, когда ставим выше себя, чем создатели, чем наши предки? Да, именно так. Мне кажется, что человек вознесся над природой. Вот эти тезисы о том, что мы должны ее покорить. А мы ведь часть природы. Что значит покорить? Это значит срубить сук, на котором, в общем-то, мы находимся. И на многое сегодня новый взгляд. Я недавно был в Индии, в северной части, в горах. Очень многое открывается, когда оказываешься один на один с мирозданием, с Богом в конечном счете. Я вспоминаю Распутина. У него спрашивали, а как вот вы чувствуете Бога? Он говорит, что Бога почувствовать. Я вот разворачиваюсь от города и иду столько, чтобы ни одного звука, ни одного отблеска света, ничего. И вот тогда я оказываюсь один на один с Богом. Так вот, как раз сегодня такие ситуации, когда вот в Индии, к примеру, я только один вопрос задал себе. Вот я физик вообще по образованию. Ну и я абсолютно уверен, что действительно Бог создал человека. Потому что теория Дарвина, вы, наверное, знаете ее нелепость, с чем она связана. Это Ефремов в свое время убедительно доказал, за что, возможно, он расстался с жизнью. Он показал, что вот эта так называемая теория эволюции, она связана просто с длительностью сохранения останков. То есть останки тех, кто вводился в воде, они сохраняются там миллионы лет. А останки тех, кто в болотистой местности, они уже гораздо короче сохраняются. А те, кто жил в лесу, они очень быстро, от них ничего не остается. А это увязались теории эволюции. В действительности все живые существа появились одновременно. И вот когда я задал этот вопрос, вы не поверите, но, наверное, в течение двух суток я примерно из десяти источников получил один и тот же ответ. Пару книжечек посмотрел, там это прочитал, потом вспомнил кое-что из разных традиций и обрядов. И я понял, что да, изначально боги создавали матрицу живых существ через, как ныне говорят, искусственное оплодотворение. То есть был акт творения, когда появлялся сгусток, вот зародыш. И не случайно потом я в Коране сразу же вспомнил, прекрасно помню, девяносто шестую суру, она вообще-то должна быть первой, которая так и называется, сгусток. То есть вначале были сгустки созданы, как вот у Менделеева есть таблица минеральных веществ, так у бога была некая матрица возможных форм живых существ. И под каждую форму он создал свой зародыш. И поместил это в белковую и желточную среду, а дальше сформировал некую оболочку, ну по сути яйцо. И вот все живые существа были созданы из яйца. Поэтому я вот истину получаю тогда, когда вдруг мне информация одна и та же приходит вот абсолютно с разных сторон. И для меня после этого вопрос, что же первично, курица или яйцо, он абсолютно исчез. Для меня абсолютно понятно, что вначале было яйцо, сотворенное богом, а вот уже потом, когда появилась курица, бог даже и показывает эту алгоритмику. Люди, ну неужели вы не поняли, как мы вас создавали? Вот вначале было яйцо, а когда из яйца появляются уже живые существа, как сегодня из пробирок даже уже наука это делает, ну а наверное богу доступны такие технологии. Потому что еще раз говорю, все, что бывает на земле, это жалкое подобие технологий божественных. И вот дальше любой вид, который вышел из яйца, он получает уже заложенную в этом яйце алгоритмику продолжения рода. То есть курица получает способность нести яйца, человек получает возможность, потому что в Библии же сказано, мужчину и женщину сотворил их. Он когда говорит о человеке, мужчина это не человек, и женщина это не человек, ну так, вот в смысле вот таком мировоззренческом. Только мужчина и женщина это человек. Только тогда появляется возможность воспроизводства биовида человек разумный. Так что вот иногда, как вот такое пребывание в каком-то сокровенном месте, так и пребывание вот на подобных праздниках, оно дает какие-то откровения божественные для каждого из нас, я думаю. Вы хорошо знаете Библию и Коран, но есть еще более древние учения, которые называются там ведические учения, которые известны и в Индии, и у нас они на Руси были. И одна из заповедей говорит, свято чтите богов и предков, живите по совести в аду с природой. Вот насколько это актуально заповедь на сегодняшний момент? Ну на мой взгляд, наиболее глубокие сокровенные тайны, они хранятся, конечно, в ведических знаниях и в культуре нашего народа. Это можно даже понять, анализируя вот нашу буквицу, да, и если посмотреть историю развития, то понятно, что вот божественная линия нашего народа, она представляла наибольшую опасность для тех, кто хотел превратить людей в рабов, лишенных разума, понимания, там, так сказать. Вот, потому что вы знаете, что, по сути, ведь речь идет о том, что объединить все народы можно на двух принципах. Об этом, пожалуй, наиболее ярко сказал Тютчев, он говорил, единство возвестил оракул наших дней нынешних, быть может, связано железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять любовью, а там увидим, что прочнее. Поэтому проблема Запада, что Русь всегда в глубине души несла вот этот новый алгоритм объединения с помощью любви, добрососедства. И поэтому вот эта русская культура, она кость в горле, она мешает завершить процесс глобализации, когда каждый будет превращен в биоробота и исполнять то, что хотели бы хозяева. Поэтому я согласен с вами, что вот все, что принадлежит вот такой древней русской культуре, это основа. Другое дело, что я часто апеллирую вот и к Библии, и к Корану, поскольку именно здесь идет глобальное противостояние, и нужно понимать и существо этих теорий, потому что нужно перейти, сегодня самая главная задача, перейти от веры в Бога, которая рассеяна по всем разным богам, по всем разным религиям, к вере Богу. А вера Богу, это когда я просто знаю, что если я живу по-божески, то Бог начинает меня вести, избавлять меня от разного рода случайностей. Так вот, в культуре ведической, в культуре древней Руси, как раз такое понимание всегда и было представлено, и в этом я убедился и в Индии. Кстати, в Индии, вы знаете, там почитается яйцо, как вот священный символ. И по их преданиям, даже Бог там, который был до Вишны, он произошел из золотого яйца. Вот я говорил, это в Индии я увидел, что яйцо это очень непростой символ. И у китайцев, и у славян, и у индусов присутствует в мифологии происхождение яйцо. Это уже давно доказано и понятно. Вернемся к нашей вечерине. Все-таки, аграрный университет, народные пляски, народные песни. Это как первый шаг к восстановлению России, или это уже намеченный твердый путь, как нам надо двигаться? Нет, на мой взгляд, сегодня вот концепция будущего нашей государственности, прочего, как и всего земного шара, она уже однозначно определена. Это вопрос просто времени, потому что мы видим, куда ведет альтернативный путь. Вот все, что мы сегодня наблюдаем по всему земному шару, мы видим, как, в общем-то, практически все люди земного шара сегодня начинают так или иначе объединяться вокруг нашей русской цивилизации. Не случайно наш президент, в общем-то, как символ нашей цивилизации сегодня, он безоговорочно признается лидером по рейтингу среди всех политических деятелей. Это, я считаю, признание не просто личных качеств президента, это признание глубинных тенденций, которые уже сформированы нашей русской цивилизацией. Этот процесс сегодня неизбежен, и альтернатива ему – это гибель человечества. Ничего другого сегодня не дано. Что можно поставить во главу угла для людей, которые будут слушать и смотреть это интервью? С чего начинать? Как двигаться к выходу из этой сложившейся неприятной ситуации? Ну, вы знаете, вот сейчас, вот буквально я сегодня ночью завершил предисловие к своей книжке, она будет называться «Глобальное управление» или «Как выйти из матрицы». Действительно, проблема в том, что нынешняя система, пользуясь электронными средствами воздействия на умы, сформировала такую жесткую матрицу, когда каждый человек, оказавшись в этой матрице, воспринимает некие свои стереотипы поведенчики как норму, хотя это полная как раз противоположность тому, что должно бы быть. Так вот, главное, конечно, что я посоветовал бы, это все-таки стать человеком. Вот помните, наверное, Владимир Владимирович Даля, он говорил «все мы люди, да не все человеки». Вот человеком никто не появляется в качестве человека от рождения. Вот любой иной биовид, он как явился, так и сохранился. Человек же, когда он появился, то это еще не человек. Человеком можно стать или не стать в процессе своего собственного становления. И вот работа над собой, это, пожалуй, самая сложная работа, потому что мы очень можем много рассуждать, говорить о других, но что касается себя лично, это не всегда просто сделать. Поэтому, в общем-то, можно рассказывать часами, что хотелось бы, а можно обойтись одной фразой. Что значит жить по-человечески и что значит жить по-божески? Это прежде всего не причинять вреда себе. Алкоголь, табак, любые излишества в еде, в одежде, это безусловный вред. Не причинять вреда окружающим тебя людям, не причинять вреда мирозданию. И вот если человек руководствуется вот этими тремя заповедями, то он всегда найдет путь к Богу, потому что дальше Бог ему уже будет подсказывать, если он ищет это добро. И наоборот, если человек идет путем сатанизма, то, конечно же, ждать нечего. Меня, конечно, немножко смущает день сегодняшний, потому что действительно терроризм уже вышел за все рамки. Но посмотрите, что происходит в ответ. В ответ происходит такое эмоциональное возбуждение, так сказать, и ничего конкретного. Почему? Потому что вот то, что я наблюдаю, это, конечно, не красит нас. Вот я имею в виду то, что происходит на уровне руководства. Потому что в основном упор идет на силовые методы. Но это не решает проблему. И когда я слышу, как представитель церковной иерархии, это меня, я был в шоке от услышанного, представитель церковной иерархии заявляет, да всех их надо уничтожать и вместе, и порознь, и всех. Ну, понимаете, а почему они что так задуманы Богом? Ведь лучше представителю церковной иерархии нужно было бы задаться прежде всего вопросом, а как же так мы организовали жизнь на земле, что вот этот небесный ребенок, появившийся, вы посмотрите на детишек в возрасте до года, это же ангелы. И вдруг к 17 годам он становится террористом, которого нужно уничтожать. Церковь-то на другие вещи должна смотреть. Не как их уничтожить, а как сделать так, чтобы вот эти чудовища действительно не появлялись в мире. Это наша вина в том, что мы создали на земле такой беспредел и такие условия, когда люди не выдерживают и вот творят то, что мы наблюдаем сегодня. Поэтому силовой приоритет это последнее, что нужно использовать. Вот сегодняшний праздник, он для борьбы с терроризмом значит на два порядка больше, чем любые силовые операции. Любые силовые операции, они дополнительно разогревают ситуацию и не более того. А вот повлиять на культуру народа, добиться того, чтобы мы иначе смотрели на мир, иначе понимали его, вот где сокрыта истина в борьбе с терроризмом. Полностью согласен с вашими выводами, потому что то, что происходит в мире, это, к сожалению, наше хрупье дело в большинстве случаев. То, что мы позволяем появиться террористам, позволяем появиться недобрым людям, позволяем развиться недоброте и так далее. Вместо доброты мы сеем зло. Это и есть такое дело, к сожалению, когда иерархия выступает с такими словами, печально становится. Да, мне кажется, что главная задача – это изменить именно концепцию развития человечества. Иные цели должны быть поставлены. Для чего мы в этом мире? И вот мы сегодня, если говорить и в научном плане, это все расписали подробно, есть шесть приоритетов управления глобальными общественными системами. Из них шестой приоритет – это последний по значимости и самый слабый. Более грозный – это генное оружие, это алкоголь, табак, наркотики. Дальше идут мировые деньги, экономический приоритет. Вот где надо задуматься, почему у нас так живут банкиры и почему так живут крестьяне. А потом мы удивляемся происходящему. Следующий приоритет – это идеологии средств массовой информации, в чьих руках они сегодня. Дальше историко-алгоритмический приоритет, и, наконец, методологический. Историко-алгоритмический – это тоже, если посмотреть на происходящее, то мы видим, как подтасовывается все происходящее на наших глазах. Лодка Курск, она, оказывается, утонула, или там, так сказать, якобы торпеда взорвалась. Хотя понятно, что она была расстреляна американской подводной лодкой. Американцы якобы высадились на Луну с помощью Голливуда, там, так сказать. Якобы башни-близнецы в Нью-Йорке взорвали из степей Кабула, там, так сказать, и так далее, и так далее. Ну, даже взять наш последний самолет. Как мы так быстро пришли к выводу, что самолет взорвали? Это с подачи американцев, которые тут же увидели вспышку. Вот на Украине они вообще ничего не видели. А тут еще не успели обломки упасть, как американцы уже сообщили о вспышке. Но вы соотнесите эти, вообще, значит, факты. Если килограмм в тротиловом эквиваленте, какие там могут быть вспышки? А кто помнит о том, что этот самолет в 91-м году ударился хвостом о посадочную полосу? В 91-м году он принадлежал Ливану, потом прошел ремонт во Франции. И после этого ремонт, кстати, по мнению специалистов, не вполне, так сказать, может быть полноценный. Но это мне сложно судить. Но важно то, что я физик и кое-что понимаю в Сопромате, и понимаю, что вот усталость металла, микротрещины, это то, что может запросто работать. Но посмотрите, как выгодно Западу, чтобы, значит, вот самолет взорвали. Мы тут же остановили, значит, все финансовые потоки и туризм в Египет. Хотя у нас там были десятки тысяч человек, это все равно их нужно вывозить. Шли бы они в плановом порядке или полетели все сразу, это ничего не меняло. Поэтому, вот, к великому сожалению, во всем происходящем сегодня историко-алгоритмический вопрос, он значимый. Что от чего происходит, что от чего зависит, это меняет, как бы, судьбы народов на планете. И здесь нужно, на мой взгляд, быть гораздо более внимательным. На сегодняшний день система управления вот этими приоритетами, о которых вы говорите, находится не в наших руках, к сожалению. Как нам быть в этой ситуации? Если вариант, скажем так, с алкоголем и табаком, понятно, с наркотой, да? Здесь мы можем от него отказаться. Зомбо-ящик многие сейчас догадываются просто выключать. А вот более высокие приоритеты, как простому человеку быть в этой ситуации, что ему можно подсказать, как себя вести, чтобы выйти из этой, ну, из этой проблемы. Ну, вот, многие, как вы сказали, не только выключают зомбо-ящики, но и выбрасывают их на помойку. Вот многие из моих знакомых, особенно у кого есть дети, они просто в доме ни в коем случае не держат телевизор. Это же колдовство. Вы знаете, что такое колдовство. Это вначале ты показываешь некие картинки, вот маги-колдуны там демонстрировали сцену убийства мамонта, а потом переносили это на реальные события. Если вы видите по телевидению сцены насилия, убийства, вы программируете будущее своих детей. Поэтому, конечно же, главное это прозрение народа. Сегодня появились технологии, которые Западу не подвластны. Давайте сейчас как раз этого коснемся. В ходе нашей антароиды не могу себе отказать задать вопрос, связанный с Пушкиным, поскольку вас все знают не просто как любителя Пушкина, а как знатока, причем сакрального знатока, умеющего расшифровывать многое того, многое такое, что большинство людей упускает из виду. Что можно сказать о Пушкине, если мы касаемся, опять же, вопроса царско-сельской вечерины? Как это можно связать? Я, конечно говоря, Пушкин как представитель команды, которая занимается разноплановыми вопросами, в том числе исследованием творчества Пушкина. И если говорить о царско-сельской вечерине, то для меня глубоко символично, что оно проходит в том месте, где эгрегор Пушкина наиболее устойчив и наиболее значим. Вот прямо на въезде стоят египетские ворота, и все наши здания университета расположены вокруг царско-сельского лицея. Вот у меня, вы видите, над моим креслом уже, наверное, лет 20 висит за спиной бессменно один и тот же портрет, его, к счастью, менять не надо, это портрет Александра Сергеевича Пушкина. И раздел, вот в моих книжках я обычно называю или «Тайные коды Пушкина», так, чтобы интригу некоторую внести, или «Пушкин как пророк русской цивилизации». Но я ответственно заявляю, что действительно все сокровенные тайны прошлого, настоящего и будущего, они, в общем-то, содержатся в творчестве Пушкина. Только творчество Пушкина нужно, конечно же, понимать более глубоко, и именно поэтому, возможно, он не переведен, вы знаете, на английский, потому что он написан для русской души. Там есть некий смысловой строй такой, который находит отклики только в русской душе. Если вы переведете на другой язык, то уже это все будет утрачено. И вот в свое время один из переводчиков, когда сказал, что он переведет Пушкина, а когда перевел, то сказал следующее. Да, творчество Пушкина – это золотая клетка и птичка в этой клетке. То, что я сделал, клетка осталась, но птичка улетела. Вот речь идет как раз о той птичке, которая содержится в творениях Пушкина на уровне второго смыслового ряда. Иногда этот второй смысловой ряд прост и очевиден, и иногда Пушкин говорит об этом достаточно открыто, хотя таких мест очень немного. Ну вот, к примеру, я вам могу выдержку прочитать, но вы знаете, что Людмила – это Людмилый, народ наш, да, в творчестве Пушкина уносил, помните, в Руслане и Людмиле, Людмилу в страну полночных горл. Гор Карла с длинной бородой – это символ ростовщичества. Пушкин вызволяет Людмилу с помощью меча развлечения, мешает ему голова – это символ правительства и интеллигенции России. Меч – это символ знания и развлечения, бороду обрубает, Карла становится беспомощным. А вот второй пример, чтобы подтвердить, что в образе Людмила наш народ, наш богоносный народ, который всегда нес Бога в душе своей. Он говорит об этом так. Людмила светлый взор возводит, девясь и радуясь душой, и ничего вокруг себя, себя прекраснее не находит. А дальше, посмотрите, он сравнивает с другими народами. Стоит ли с важностью очей предфлорентийскую киприды? Их две, но мрамор перед ней страдает, кажется обидой. Мечты возвышенной полна, в мечтанье смотрит ли она на образ нежной форнарины или Мадонны молодой? Она задумчивой красой очаровательней картины. Скажите ж мне, какой певец, горя восторгом увеленным, чья кисть, чей пламенный резец придаст потомкам изумленным ее небесные черты? А теперь вот обращаясь к нам с вами, к нынешнему поколению, говоря о богословии, истинном богословии русской цивилизации. Ты, вдохновенный Рафаэль, забудь еврейку молодую, младенца Бога колыбель, постигни прелесть неземную. Христос-то был земной человек. Он говорит, Постигни прелесть неземную, постигни радость в небесах. Пиши Марию нам другую с другим младенцем на руках. Вот после таких строчек сложно доказать, что Пушкин писал так сказочки для детей. И, как говорят пушкинисты, нужно слушать просто музыку стиха. Ну какое там содержание? Вот, мне кажется, Пушкин именно для того, чтобы поняли глубину его творчества, иногда двумя-тремя строчками открытого повествования говорит о величии своего ума и понимания. Потому что тайну богословия он раскрыл в свое время Николаю Первому. И вот, собственно, благодаря этому произошли очень серьезные перемены. Вы знаете, был сожжен полностью первый выпуск Библии тогда, благодаря усилиям Пушкина. И, собственно, потом Николай избавил его фактически от смертной казни, которая наверняка был бы приговорен за произведение Гаврилеада. Когда Синод Священный запросил разрешение на суд над Пушкиным, Николай был в отъезде и написал, я знаю, кто написал Гаврилеаду, не трогайте Пушкина. Вот, собственно, так Пушкин остался жив, но Николай, тем не менее, не соврал перед Богом, потому что он не сказал, кто написал русского. А задавать уточняющие вопросы царю не допускалось по нормам. Мудро поступил. Да, в общем-то, Пушкин, конечно, был особым таким явлением в истории не только русской цивилизации, но и в истории мировой цивилизации. И я думаю, 21 век это будет веком Пушкина, когда, в общем-то, человечество начнет осмысливать, а что же такое Пушкин. Ну и в заключении хотелось бы вот, что пройтись вот так вот, значит, получается... В заключении хотелось бы пройтись вот о нашей беседе, подвести такой итог. Значит, получается, что царско-сельская вечерина, которая уже проводится, восьмой год, это не просто дань моде, это все-таки намек всем здравоохранительным людям, о том, что, друзья мои, пора проснуться. Наверное, царско-сельская вечерина, это, если угодно, символ пробуждения русской цивилизации, потому что мы начинали ведь с таких относительно небольших встреч. Сегодня просто уже столько приезжает народу, что площадка уже мала, да. И это говорит о том, что действительно народ пробуждается и пробуждается на древних русских традициях. Мы долго, вот как бы, так сказать, готовили такие трансформации, такие переходы, потому что этот переход должен проходить на базе уже подготовленной почвы, потому что у нас, вот как сейчас с самолетом, так и в жизни часто бывает. А что-то не так, быстро, раз, сделали по-другому. А народ еще не был подготовлен. Вот сейчас, мне кажется, прошла такая очень серьезная информационная подготовка к переходу на новую концепцию развития нашей государственности, да и человечества в целом. А царско-сельская вечерина, как масса других вот таких мероприятий, это уже практические шаги по переходу на новую концепцию. Потом необходимо отметить, что это проводится не обо где, а именно в аграрном университете. То есть это аграрий, это основа жизни человека. Да, безусловно. Мы говорим, что и проблемы всей человечества связаны прежде всего с неправильным отношением к земле-матушке. Вот когда мы поймем, что земля-матушка, и что нужно беречь землю. Запад ведь сегодня уже вводит такое понятие, как коэффициент дебетонизации. То есть нельзя землю закатывать в бетон и в асфальт. Земля дана человеку от Бога, и ее можно получить только один раз. А после того, как ты ее закатал в асфальт, уже восстановить Божью землю уже не получится. Она уже другая, израненная. И еще необходимо отметить, что эта вечерина проводится не просто в стенах университета, а на месте, где жил один из наших величайших пророков. И когда, я имею в виду Пушкин, и когда мы связываем древнюю ведическую нашу основу с тем, что говорил, доносил до нас Пушкин, и с современностью нашей, мы можем получить некий посыл, как нам жить дальше. Да, мне кажется, вот сегодня самое главное это сплести воедино вот все лучшие тенденции, которые отмечались за время развития нашей цивилизации. Потому что каждый из периодов, каждый из этапов несет какую-то свою искру Божью, несет какую-то свою особую, абсолютно незаменимую частичку. Вот сегодня сохранить все это и создать единую мозаику русской цивилизации, которая бы подсвечивалась светом наших предков, это и есть задача первостепенной важности. В заключении нашего интервью мы всегда просим того, кто говорит, есть такая у нас традиция, сказать что-то доброе, светлое, тем, кто будет слушать на Народнославянском радио это и смотреть канал ведического фонда «Сварок». Что можно нашим слушателям и зрителям сказать о себе доброго? Ну, вы знаете, мне, конечно, хотелось бы, чтобы ваши зрители, а это люди добрые, чтобы они добро получали из внешнего мира, чтобы они были счастливы по-своему. И я закончу все-таки наш диалог, может быть, тоже на такой лирической ноте. Пушкин очень почитал Державина. Так вот, то счастье, о котором говорил Державин, оно является истинным. И мне именно об этом хотелось бы сказать вашим слушателям и зрителям. Державин сказал об этом так. «Мое желание предаться Всевышнего во всем судьбе, за счастьем в свете не гоняться, искать его в самом себе. Меня здоровье, совесть право, достаток нужный, добра слава творят счастливее царей». Вот хотелось бы, чтобы ваши слушатели и зрители были счастливы по-царски. Благодарю вас. Всего доброго. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова